Я почему спросила про эту вечеринку, голую вечеринку, все сейчас извиняются, короче, есть люди известные, которые извиняются за то, что они там что-то сделали, реально извиняются в своих инстаграмах, в своих, там, везде ходят там, а вот она то же самое сказала, что я вот не хочу извиняться, мне так их жаль, то есть они живут и делают такие вещи, за которыми потом приходится извиняться, и главное, что унизительно извиняться. И мне кажется, вот это воодушевление, о котором вы говорите, оно еще и очень заключается в том, что вот все, что вы делаете, все, что каждый человек делает, он не должен извиняться не перед ним. Ну, так я считаю, да. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку. Добрый день, друзья. Ну, казалось бы, вообще все, что могло произойти с Анастасией Вячеславной Ивлеевой после так называемой almost-naked вечеринки уже произошло. Все отмены, все слезы, извинения. Но нет. Шоу must go on. И оно очень даже go on. Это шоу имени Насти Ивлеевой. Продолжается и продолжается. Слушайте, обидно, клянусь вам. Обидно, но ничего не сделал, да? Только вошел. Болодая, еще капризная. Какой капризный, слышишь? Хулиган. Капризный человек. Наглый тип. Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова. Король эстрады, а? Король эстрады, вам кто дает право, если вы живете в России, вы можете хамить людям? Бессовестный человек. Кто вам дает право меня называть проституткой русской? Я вам что, проститутка? Вы что, обо мне знаете? Или вы там все с ума посходили? А? Мужчина? Кто вам дал право обзывать меня, моего мужа при моем ребенке, посылать меня на три буквы? Бессовестно? И сейчас идешь таким образом? Извинитесь. Скажите, что вы были не правы. Вы же мужчина. Песенки свои там поете про зайчика. Ну все, Филя. Я на вас в суд подам. Вы любите на всех газетки в суд подавать? А я на вас тоже подам. За то, что вы меня оскорбили. Сейчас молчите, да? Потому что поняли, что так общаться нельзя. Вы при ребенке девятилетним меня послали на три буквы, матерью оскорбили. За то, что мы к вам подошли, как поклонники. Извините уж, пожалуйста. Как на концерты к вам ходить за такие деньги. Вы первенький. Извиняться будете? Хам. Хам. Хам вообще. Просто хам. Удивительно. Вообще, кто еще на его концерты ходит? Такое хамло. Бессовестное. Представитель российской эстрады. Пацаны не извиняются. Кратиные мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни тусклые, как тени человеческие. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Йитаруöz